Праздничные дни в республике прошли на высоком организационном уровне. Такую оценку дал глава региона Михаил Игнатьев. Как в Чуваши отметили 74-ю годовщину победы, сегодня обсудили в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Они прошли победным строем по центральным улицам. Уже подсчитано, что в шествии бессмертного полка в республике приняли участие свыше 70 тысяч человек. Подготовка к празднику началась задолго. Без внимания не остался ни один ветеран. По предварительным данным, состоялось более 3600 мероприятий, где приняло участие более 648 тысяч жителей республики. Органами социальной защиты населения совместно с учреждением социального обслуживания, общественной организацией ветеранов, органы местного управления провели проверку условий жизни ветеранов войны. Во всех муниципальных образованиях были приведены порядок памятники и обелиски. За памятниками и обелисками должен быть налажен постоянный уход, отметил глава республики. Недопустимо, когда в ряде муниципалитетов начинают приводить в порядок мемориальные объекты только накануне 9 мая. Продусматривая заранее все эти вопросы, мы не можем, соответственно, эти святые места, так скажем, где на самом деле оценники приходят, люди приходят, соответственно. И с точки зрения, надо выделять средства, заявки надо на следующий год. Благоустроенные территории должны радовать людей. Реестр должен быть в открытой доступной форме, как оцените, иначе у вас, Сергей Петрович, у вас, Минюс, у вас и так далее. Чей собственности земля, кому принадлежит объект, чей собственности. Кто должен обслуживать? Надо это делать планово, системно. Если мы видим, что памятник не выдержит, или там какие-то погодных условий, или ряд других вещей до следующего празднования, конечно, надо сделать ее заранее. Это не делает нам честнее. Еще один вопрос – состояние техники из парадного расчета. В военкомате республики предлагают создать на ее основе музей. У нас очень много техники времен войны накопилось, техники, вооружения и так далее. Вот, сейчас опять под небом будем, под открытым, и вставить нахранение. В течение, да, максимум двух месяцев разрешить этот вопрос, принципиально все эти, от кого зависит, соответственно, и на этом снять этот вопрос, поискать. И уже сейчас, отметил Михаил Игнатьев, необходимо начинать подготовку к 75-летней годовщине Победы. Можно сказать, все сегодняшние дня уже подготовительные работы. Пока все у вас еще свежа в памяти, соответственно, нужно все это провести. Подготовьте буквально в течение недели для себя весь план мероприятий, и в течение месяца его надо утвердить. В Доме правительства обсудили и ход подготовки к Чебоксарскому кинофестивалю. В этом году за статуэтки они поборются 29 картин. В 2019 году впервые в программе кинофестиваля планируется участие свыше 60 режиссеров, продюсеров, популярных российских актеров, театра и кино, киноведов и кинотеоритиков из 10 субъектов России. Жюри конкурса «Игро-фильм» будут присуждаться к гран-при. Также учреждены специальные призы, специальный приз главы Чувашской республики за отражение темы гражданственности, патриотизма, киноискуссии. Для показов картин в этом году задействуют все дома культуры, где оборудованы специальные залы. Большое кино в дни фестиваля должны увидеть десятки тысяч человек. Пожелаем успешной работы и всем тем организаторам, и прежде всего зрителям. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков, Республика.